толщина прута 7 миллиметров здесь сошник я поставлю с этой стороны а этот сошник я поставлю все форсунки работают просто замечательно друзья всех приветствую на канале чеснок онлайн с вами александр сегодня я покажу как готовлюсь к новому сезону выращивания чеснока вчера я забрал из транспортной компании сажалку двухрядную винница ручную сажалку это форсунки моралекс забрал двухрядную сажалку винница из транспортной компании вот ей буду вносить удобрение под корень поскольку удобрение сейчас стали значительно дороже чем раньше вот буду не разбрасывать как в прошлом году а непосредственно буду ей вносить под корень сейчас сделаем распаковку она у меня лежит в багажнике и конечно же проведем тест вот взял пшено самое дешевое ну думаю будет понятно работать на или нет еще один друзья очень важный момент отдавал пружины штригельная которая изготовил самостоятельно на новоавиатский механический завод чтобы мне их обожгли мы сделали закалку так скажем чтобы снять напряжение металла вот их забрал вот они сзади лежат и конечно же я вам их покажу штригельную борну собственного производства это очень здорово так все друзья наконец-то я разгрузился это у нас двухрядная чеснокозажалка винница сейчас мы сделаем распаковку здесь у нас находится штанга для опрыскивателя на 5 форсунок сейчас мы тоже сделаем распаковку и подключим к аккумуляторному опрыскивателю посмотрим продавливает ли нужное давление для распыла 5 форсунок обычный аккумуляторный опрыскиватель здесь находится штригельные бороны которые мне обожгли на новоавиатском механическом заводе я предлагаю с них и начать друзья вот так выглядит штригельная борона почему именно их начало изготовление все очень просто потому что у коллег моих тех кто занимается чесноком в больших масштабах очень хорошо себя зарекомендовал именно штригельная борона то есть вплоть до практически конца вегетации ей можно обрабатывать чеснок также очень интересная информация у нас есть в группе человек михаил с украины который говорит что он не использует никакой химии а использует именно штригельные бороны раз в неделю проходит ими по чесноку и поле практически чистое без гербицидов очень интересная технология плане изготовления данные пружины они достаточно простые вот делается на обычном токарном станке вот берется шпуля вставляется в патрон зажимается упором вот и на минимальной скорости идет навивка этой пружины ну потом здесь уже трубой загибается это как бы не сложно обязательно нужно делать прокалку для снятия остаточного напряжения в пружине чтобы они были ну не разгибались условно после ну в процессе эксплуатации уже весной я соберу саму конструкцию то есть каркас штригельные бороны для своего тяжелого дизельного мотоблока и уже покажу как данные пружины ведут себя непосредственно в поле в боевых действий так скажем да такие вещи так следующее у нас это сумки моралец заказывал их на сайте газонов точка ком что понравилось прислали достаточно быстро оплата была по факту то есть чем не рисковал то есть я пришел в компанию dpd вазон вот мне выбили вот сказали можете произвести осмотр все в порядке все вместе кому будет необходимо ссылку на сайт я оставлю тоже внизу в описании все запаковано то есть не вскрывалась это типа пломбы это понимаю центральная штанга вот так это идет так вот зона покрытия написано полтора метра с зоны распыла полтора метра очень прекрасно самое главное чтобы все это дело подошло как конструкция выглядит следующим образом сейчас предлагаю сразу и протестировать и выходим на улицу так выпуска в теле есть регулировка мощности вот сейчас уставляем максимум вот давление компрессор накачал сейчас включаем вот работает в принципе раз туман все форсунки работают просто замечательно вот и создается такой некий туман да работает все прекрасно и вот таким образом можно проходить сразу полтора метра протягивать полтора два метра протягивать работают все изумительно даже я бы сказал с запасом прочности стандартной комплектации попрыскивателю идет только одна форсунка и приходится так вот идти и разбрызгивать здесь же можно штангой протягивать целые рядочки и скорее всего что я еще до закажу такую форсунку чтобы еще увеличить длину распыла штука мне очень понравилась рекомендую так ну и осталась самая большая объемная штука это двухрядная вручная сажалка сейчас я ее распакую повторюсь сажалку двухрядную буду использовать для внесения удобрения а также для посадки бульбочки чеснока на коробке есть сразу схема посадки можете кадр остановить комплекте идет получается два бункера посадочных рама на которую крепится колесо и ручка сейчас делаем сборку так высеваем основающий элемент это щетки сзади выставляется отверстие нужного диаметра и приводное колесо крутит щетку щетки подбирают горох зерна или что вы хотите посадить и не вываливаются через отверстие нужного диаметра от большой до маленькой щетки обратите внимание разного цвета идут не знаю почему так так в общем собрал я сажалку так в принципе на живую да вот единственный момент вот с этой стороны с внешней стороны здесь практически он идет в упор уголка поэтому здесь немножко пришлось как бы постараться с этой с этой стороны здесь закручивать не стал поскольку вот смотрите здесь проставок идет уголок здесь идет пустота если сжать то придет как бы натяжение нехорошее поэтому лучше сюда пару шайб вставить и с этой стороны тоже самое сейчас насыпаем бункера крупу вот и пробуем высевать вот здесь все это дело регулируется но это понятно да вот до упора еще один момент это при внесении удобрений я эти бункера поменяю местами поскольку с этой стороны пойдет рядок чеснока и чтобы максимально близко был высев удобрений то есть здесь сошник я поставлю с этой стороны а этот сошник я поставлю с этой стороны и тогда максимально близко можно будет подобраться к растениям чтобы внести мячную силикру высыпаем бункер так и в другой бункер тоже сейчас пока самую маленькую поставлю мы типа поехали вот и через это отверстие уже начинает валится высевать горох единственный момент у меня не плотно прижата вот этими и высыпается почему-то основное количество именно там здесь тоже самое смотрите сыплется не через дырки а через это поэтому изначально нужно выставить отверстие ставить вот эту вот упор и потом уже производить высев так здесь вот еще есть такой интересный механизм при при внесении удобрений я наверное его сниму потому что он немножко может быть не преработался свежий заедает ну в общем суть в том что вот эта лапка она упирается в стойке такие и вот так вот открывает и закрывает отверстие высевающего механизма вот это дойдет если вот она работает все получается как бы значительно интереснее то есть но более точный высев так скажем вот не пересыпает вот все в принципе сажалка очень достойно очень мне понравилось подготовка новому сезону идет полным ходом спасибо что посмотрели это видео до конца поставьте палец вверх если понравилось данное видео с вами был александр всего доброго успехов пока пока